Поговорим, как устроен человек. То есть мы хотим, как бы желаем, чтобы мир был идеален. То есть в тот момент, когда ты распознала, что в тебе идет бессмысленная война, в этот момент он не является необходимым. В этом месте мы можем работать. Для того, чтобы энергетический уровень организма был постоянно высокий, нам время от времени нужны новые впечатления. И вдруг на что-то посмотрела и смогла это полюбить, у тебя зажигается огонек любви, который дает свет всему организму. Мы как раз смотрели фильм, я специально для Сережи снял. Сейчас я покажу так, чтобы была эта тема. Он же на нашей встрече первую пропустил и забыл вот это, как это называлось у нас, гражданская позиция. В принципе, специально для него записывал. Но такой ролик веселый. Здравствуйте, друзья! Сегодня 14 августа. С вами Анатолий, счастливый человек. Нахожусь я недалеко от своего дома. Недавно встречался с товарищем. И состоялась у нас очень интересная беседа. Спросил у него, счастлив ли ты? На что он мне ответил. Анатолий, какое счастье, вокруг борода одни дебилы. Как можно быть счастливым вообще в этой ситуации? Его слова заставили задуматься. Не стало ему ничего объяснять, втирать, убеждать. Анатолий решил замурочить Кая и сниму ему ролик про свой подход к делу. Ну, давайте я вам все покажу, как есть. Идемте, покажу. Вот. Так, секундочку, я переключу камеру, чтобы все увидели своими глазами. Недавно переехал на новое место жительства. И это дорога, по которой я, в принципе, живу последние два дня. Хочу вам показать, как она здесь чуть необычна. Вот эта дорожка, там, где пешеходы ходят. И буквально рядом с дорожкой, вот такая вот интересная картинка. Ну, не знаю, что вы подумали, но я к такому не привык. И решил, так сказать, показать подход, как быть счастливым в реальности. Не знаю, что с этого получится, так еще не снимал. Немножко отведу камеру подальше, чтобы заплатить всю картину. Вот сейчас поставлю, наверное, на ускоренное, чтобы от процесса, чтобы вам было не скучно время процесса. А потом поговорим. Зашел в магазин продуктовый, попросил перчатки. Вот, друзья, я к вам вернулся. Прошло там буквально 35-40 минут с того момента, как я начал. И давайте пройдемся и посмотрим, насколько мне удалось приблизиться к той реальности, которую я хотел. Возвращаемся к началу этой дорожки знаменитой. И сейчас так же, как и тогда пройдемся. Вот, это начало, заборчик. Ну, фактически то же самое, что вы видели и в начале. Удалось мне убрать себе большой мусор. Мелкие штучки не это самое, не получилось. Вот. И, в общем-то, это то, что насобиралось с этого эмульдента. Вот. Ну, в общем-то, о чем это видео, друзья? Это о нас с вами, о нашей жизни, о любви к миру, к окружающим себе. И, в общем-то, счастье для меня это выбор. Того направления, которое я хотел бы видеть. Ну, и вроде как, делаю усилия к светлому будущему. А что для вас счастья? Поделитесь, пожалуйста. Поставил записку. Ну, в общем-то, все. Написал «Чистота в наших сердцах». Ага. Ну, «Чистота в наших», а пусть уже додумываются дальше сами. Классно. Можешь выложить его. Что? А, выложить его. Это самое, наверное. Да. Почему нет? У нас в Аразе наша группа тоже занимается на эти. По субботам они берут мешки большие, синие. Тоже рукавицы и все. И собирают мусор. И убирают. Ну, нету такого мусора. А как часто они это делают? Как вошел вонят. Ну, ну... А, эти, подожди, а радовские? А радовские. Ну, до радовских далеко. Ну, честно, у меня тоже была такая мысль, что у меня возле дома, вот там вокруг, если обойти, там, вот, очень тоже можно снимать такие же видео. Была такая мысль. Но пока, понимаешь, дальше мысли не пошло. У меня была сильная мотивация. То есть мне нужно было какое-то, ну, как сказать, что можно пощупать. Сергей же он такой, он... Ему скажешь, а он тебе 10 оправданий на это самое. Я говорю, ну, сейчас покажу ему, пусть увидит своими глазами, что можно. А потом поговорим вокруг этого. Вот. Ну, и заодно представить вот этот принцип гражданской позиции и выбора, что, ну, если оказался в ситуации, где внутренняя борьба, то он как бы сделал выбор в том направлении, которое хочешь. Как у вас дела? Какие новости? Что интересного произошло? Ничего интересного. Все интересное. Жизнь сама по себе интересная. Если бы такая позиция была у каждого, то это было бы совсем другое. А как бы ты сегодня убрал, на завтра придёшь, опять то же самое. Потому что без культуры я полная ночью. А, Лариса, видишь, твоя гражданская позиция какая? Все энергию, которую тратишь на сурпение, ты можешь было тратить на созидание. На что? Пойти порадоваться. Пойти поубирать? Ну, я не знаю, это решение каждого отсутка. Не смотри, в Телевиве ты тоже ходил, убирал. Это вопрос? Нет. Тебе это доставляло удовольствие. Ну, мне это доставляло удовольствие в каком плане? Что люди бегают, делают спорт. И я фактически делал тот же самый спорт. Ну, то есть, вкладывал в своё тело, но заодно и получал удовольствие от того, что как бы та дорога, по которой я вернусь с моря, она будет тут же чище. Ну, вроде как. Я была на пляже после шторма и вынесла очень много мусора просто, ну, очень много. И шла женщина с собачкой гуляла, вот у неё прогулка по пляжу. Она просто шла, конечно, она не могла даже близко этот весь мусор собрать, но она просто шла, и через каждые несколько шагов, вот выборочно, то, что она видела, она наклонялась, подбирала, и вот там вот она доходит до урны, отстоят же урны на пляжах, да? Вот до следующей урны, ну, вот, как у неё заполняются руки, то она выбрасывает в урну и идёт дальше, и дальше подбирает. Я думаю, класс. Вот это да. Расскажу последний случай тоже. Был на море. И, ну, тоже так как я плескаюсь, а там мешки выносят, ну, такие большие. Ну, думаю, всё равно я купаюсь. Заплачу по дороге как бы. Начал захватывать. И, знаешь, когда в это входишь, уже продолжаешь, совершенно без всякого напряжения, да? На одномате, да? Да, на одномате, да? Вот, смотрю, люди на меня, знаешь, так посмотрят, посмотрят, а потом, оп, одна начала собирать, дети подсоединились, и потихонечку, помаленечку ты смотришь и думаешь, опаньки, и как интересно. Мама спошла на небусть, спошёл. Ну, то есть, вот в Израиле какая тема, что не быть фраером. Ну, то есть, как бы, это, ну, как лох по-российски. Типа, что я лох, там буду делать, там кто-то сорит, я буду убирать. Вот, но внутри живёт же эта тема, что там дети, как бы сами в мусоре плавают. Вот, и только вот этот триггер нужен, чтобы, ну, наверное, ну, мне, например, легче, если я вижу, что я не один, и люди тоже, может быть, думают убрать, но, как бы, они хотят, чтобы на них посмотрели. Неудобно. Да. А если кто-то уже есть, уже не так страшно, а можно делать? Да. Какая ваше время? Точка рассказала в Минске, говорит, один, такая чистота, и говорит, один человек шёл и пурил, и спичку бросил, а из-за шла женщина с ребёнком, ребёнок подбежал к нему и сказал, говорит, убери спичку. Ну, видишь, это как в обществе принято. Ну, там действительно, там идеальный порядок, чистый, да, красный. А мы покупали вчера фалапель, и Денис уронил 10 огород на пол. И не стал поднимать, что-то, вот, его там продавец отвлёк, и он, как бы, в итоге, и мы отходим, а сидит в кафешечке мальчик, еврейский такой, у него кипал, сам постриженный и огромные такие пейсы, ну, вот, знаете, есть на пакете. Вот, и он при этом ещё говорит по телефону, а он маленький, ну, я не знаю, сколько ему лет, там, 6, может быть, 5. Ну, 5, нет, наверное, 6, 7. Вот, то есть он вообще был занят там своими делами, он кого-то ждал, по телефону говорил, мы отходим, а он подбегает к этой монетке, а я обратила внимание, думаю, ну, ребёнок подбирает себе монетку, ну, собирает, нормально, он подбирает. Подходит и отдаёт, ну, типа, вот, потеряли деньги, отношение к деньгам, понимаете? То есть он... Еврейское отношение к деньгам. Да, он не взял себе, а вот он отдал, то есть он увидел, что это у нас выпило, и он отдал. Поэтому, ну, такое. Первое, мы так следорчиком шли с внуком, и перед нами... Давайте заворачивайте вот эти системы наши в счастье, то есть если есть под этим, ну, как бы, необязательно счастье, можно, чтобы это не было какую-то смысловую, да? Ну, ну, то есть... Представляешь? Хорошо. Наша цель какая, по большому насчёту? Ну, давайте определимся, какая у нас сегодня средняя цель? Ну, чтобы счастье продолжаем. Ну, давай посерьёзней. Юля, как у тебя вообще, что в тебе работает? Какие... ну, что хочешь обсудить сегодня? Даже не знаю, как сформулировать, но я перехожу к выводу за последнее время, что важно... важна поддержка. То есть то, что ты сам должен там стараться помнить, ну, свои мантры, да? То важна поддержка единомышленников. И важно просто продолжать, ну, вот этот путь свой. Как это... Чтобы сегодня чуть лучше, чем вчера, и завтра немножечко, да? То есть продолжать, вот... Я в Ютубе случайно... Ну, опять-таки случайно, как всегда, она уж попадается не случайно, наткнулась на ролик одной девочке, она как журналист, и ролик конкретно был про счастье. То есть, ну, я как бы думаю, ну, оно. Вот, и она взяла там интервью, она была в Майами на саммите, на мировом саммите, хэппинес, короче, исследователей счастья, на минуточку. Вот. Как все здорово получилось. Да, да. То есть это, ну, реально на мировой уровень, серьезно. Значит, там серьезные были люди, и она потом после взяла интервью у четырех или пяти спикеров этого мероприятия. И из этого она сделала, там, минут двадцать ролик в Ютубе, их, она им задавала вопросы, и они отвечали. Один из них, ну, они, двух из них я знала, фамилии знают. Один это Альбен Шахар, его зовут, он позитивную психологию изучает, и книги, у него есть на эту тему, я его слышала раньше. Одного просто фамилию слышала, а двух вообще впервые видела. Вот. И вот так слушаешь, и прям думаешь, ну, вот же оно, ну, человек все правильно говорит, так и есть. Это правильное отношение к жизни, правильная позиция. Ну, то есть, не суть сейчас, что конкретно они говорили. А потом, как бы, ролик выключаешь, и возвращаешься в жизнь. Ну, то есть, сталкиваешься, там, с отношениями с людьми, работа, допустим, тяжеловато, да, там, я же работаю сейчас, в общем-то, физически, можно сказать, и устаю. Вот. От этой усталости, там, накапливается какое-то раздражение. Вот. То есть, вот здесь жизнь, а здесь, ну, то есть, в ролике все классно, а вот есть жизнь. И вот, ну, то есть, бывает такое, ты проваливаешься все равно в эти, как бы, на низкие эти частоты. Я не знаю, как бы сказать. Вот. Но уже получается, все-таки, если раньше я вообще не могла, я ничего не осознавала, что происходит, что я делаю, как, то сейчас я уже периодически, ну, все чаще я могу уже осознавать, что есть, что есть, как бы, рефлексивные какие-то штуки, которые я еще продолжаю делать, а бывает, я уже себя, ну, вот, успеваю переключить, да. Ну, и, ну, хотелось бы, чтобы говорят, что можно вот так, раз, и квантовый скачок, то есть, ну, в каких-то моментах. Вот раз, и ты, ну, как бы, вырос, сильно вырос. Хотелось бы, может, у меня были даже такие скачки. Ну, вот, ну, короче говоря, все равно это путь, то есть, такой. Вот, и закончу мысль, значит, один из этих спикеров сказал, я сегодня ролик этот пересматривала второй раз, то есть я его пострела раз, он меня впечатлил просто до, там, я не знаю, там, вообще, не плакала, да, да, вот. А, значит, сегодня уже, как обычно, немножко иначе, что-то другое я для себя услышала, чем первый раз, и один из спикеров сказал такую вещь, значит, если, что бы ни происходило, например, там, что-то, то, что вам не нравится, что-то плохое, вас кто-то обидел, ну, задел, значит, напомните себе, что я не центр вселенной, то есть в мире происходят вещи, ну, которые происходят. Мусор лежит, идиоты вокруг, вот, а, ну, как бы, ну, вот, они происходят, ну, потому что они происходят, и все. А моя гражданская позиция быть счастливым. А когда мы включаемся в, ну, типа, расстраиваться, обижаться, раздражаться, это же получается, мы не согласны, в общем-то, с миром, с тем, что, ну, то есть, я знаю, как должно быть, что должно быть чисто, и никто не должен царить, да, что должны быть, люди так себя вести должны, да, и так далее. Я знаю, как вам жить, ну, то есть, я, гордыня, да, а надо немножечко, как бы, ну, типа, ну, вот так, мне понравился этот взгляд, он меня, как бы, включил, то, что все имеет право быть таким, ну, в общем-то, какой оно есть, я только выбираю свое к этому отношение. И только я начинаю раздражать это, получается, я уже вступаю в конфликт, ну, то есть, я протестую. Если я хочу что-то сделать... Я запишу вот эти ключевые, да, слова, о которых ты говорила. Да, молодец. То есть, ну, было, такое было, значимое, конфликт, да? Угу. Что еще ты говорила из таких ожиданий, да? Угу. Ожидание. Идеал, да, прозвучало еще слово, что, то есть, ты, как бы, а, он себе не так ведет? Так должно быть, да, да. Должно быть идеал, можно, да? Да, да, в принципе, да. Идеал. Иди, как бы назвать это по человечеству, так, чтобы было понятно по-русски. Совершенство. Ну, ладно, напишу идеальное. Идеальное. Положение вещей. Ну, вот как-то так, это вот за последнее время, то, что... Ну, хотя я осознаю то, что я, ну, как бы, раздражаю. Ну, вот, опять-таки, в этом же ролике речь шла о том, что нормально, вот, Таль Бен Шахар говорил, что раздражение, ревность, зависть, это человеческие эмоции, которые нормальные. Нельзя... ну, то есть, мы же привыкли, так, я раздражаюсь, значит, это плохо, значит, это плохо, я ревную, значит, это я плохой, значит, этого нельзя делать. И таким образом мы, типа, даём силу этой ревности, мы, наоборот, её усиливаем. А если её такие прожить, то есть, осознать, я завидую, я ревную, я раздражаюсь, то есть, ну, эту эмоцию осознать, прожить, пронаблюдать, таким образом она ослабевает и отпускает нас, вот, то есть, как бы, не убегать от... ну, то есть, если я вижу грязь или, там, чьё-то поведение мне, ну, как бы, не импонирует, то это нормально, что у меня возникают, ну, типа, эмоции в ответ, и их нужно осознать и прожить, ну, вот, не... ну, короче, вот такой баланс, сколько-то надо в этом всё найти, как проживать все эмоции, но не в консинте с миром. Эй, здесь оценка, а здесь критика. Критика. Ну, короче, как это так. Офигенно. Сколько материалов? Ну, я реально понимаю, что иногда я вот в это, то есть, в оценку, в критику, так, ныряю, и вот, мне кажется, вот, я ж... ну, как можно так делать? Ну, как? Ну, ты ж сам себе плохо делаешь, и потом будешь... еще и я буду в этом участвовать, потому что ты, вот, неправильно о чем делаешь. То есть, вот, ну, бывает, что ты все равно туда погружаешься. А скажи, вот, взгляд... Вот сейчас это уже прошло состояние, ты можешь взглянуть на это состояние, вот, как бы, издалека. С каким образом ты это могла бы сравнить, ну, с каких близких, ну, что ты там, как бы, в этом состоянии критикуешь, объясняешь, обучаешь, ну, то есть, что там происходит? Ларис, тебе интересно, как бы, ты подключена к этому? Работаем над этим? Конечно. Отлично. Ну, еще раз вопрос. Что? Ну, ты говоришь, что ты прямо ныряешь в эту критику и начинаешь все это делать, у тебя есть какой-то образ, с которым, можно сказать, что-то в реальном мире похоже на вот это, ну, реально имеется в виду тот, который мы видим и можем потрогать? Может быть, в каких-то там фильмах ты это видела, как бы, что внешне это выражается каким-то образом? Может быть, я не знаю, там, партии на ринге или в телевизионных передачах, что-то такое происходило? Или, может быть, фильмы там про рабовладельческий строй? Не знаю, просто как пример. Как тебя сложу мне, мне, наверное, это ассоциация с моей бабушкой. Ну, давай, примерно, разберем, если, смотри, я снимаю, поэтому говори те вещи, которые ты считаешь комфортными. Ты снимаешь? Я снимаю. Ну, то есть, если чувствуешь, что слишком лично, как бы... Да, ну, тут такое... А с другой стороны, а что скрывать? Сейчас и так все, все все знают, особенно Google, наверное. Ну, а это вообще страшная вещь, что он творит это другу. Хорошо. И что из того, что вот здесь есть, ты видишь, да? Что ты считаешь такое, хорошо бы над этим поработать, разобраться? Лариса, тоже голосуй. Для меня только раздражение. Вы не смотрели черные дыры ролик, что я записал? Не смотрели? Я смотрела два раза, но... Ничего не поняла? Нет, мне это совершенно... Ну, как бы... Пока далеко. Я там говорил о том, как, по моему мнению, устроена психическая жизнь человека. И фокус был на том, что такое желание. Желание, установки, какие-то образовательные укоренения, что у нас существует. Вот, то есть, ты... Я думаю, что если мы немножко углубим вот в эту тему желаний, то она нам закроет и вот эти все фишки. Вот, потому что откуда у нас возникает желание спорить с другим? Потому что наша установка, наше видение, как должно быть... Не совпадает. Не совпадает, да. То есть, мы хотим, как бы желаем, чтобы мир был идеален, чтобы партнер играл сюда так, и ни грамма влево, ни грамма вправо, чтобы улицы были чистые. Ну, как бы это наши установки, наше желание, которые нам привиты. Нормально? Хотите об этом поговорить? Ну, да, почему бы. И что у нас со временем? Как у вас вообще со временем? У нас много. 19, 20. И что у нас со временем? Ну, оно как бы есть, но как бы не бесконечно. До скольки комфортно будет, скажи? Я не знаю, ну, если минут 40 мы, вот... Хорошо, так тогда я коснусь. Не дольше. А когда, ну, как сказать, и буду мелкими порциями, логическими единицами, чтобы в любой момент можно было сказать, ой, продолжим, наверное, в другой раз. Хорошо, тогда поговорим, как устроен человек. Нормально? Проверяйте. Да, нормально. Я его нарисую, попробую нарисовать кругом, ну, чтобы, как местилище, да, такое. Вроде как то, что у нас происходит внутри. Ну, небольшое такое отступление, если это будет понятно, гавка всем, что мы... У нас есть органы чувств. Ну, как и с этим нормально. То есть через глаза, через уши, через какие-то температурные датчики, давление. Вот это, который нам отвечает за баланс. И к нам поступает информация. И мозг, ну, как бы внутри себя, ну, где-то вот там, мы собираем эту информацию в какие-то уже логические образы. Нормально? Ну, например, я расскажу свой пример, что когда я был совсем маленьким, моя вселенная представляла квартиру. Вот. То есть я знал, что есть дверь, как бы... То есть мое пространство, в котором я посуществовал, ну, как бы, например, если я находился в спальне, и мне хотелось туалет, то я знал, ну, строил приблизительно вот эту дорожку. То, что было за дверью, для меня было вообще непонятно. Иногда я выглядывал, когда родители открывали дверь, и видел лестницу. То есть, ну, такие были представления о физическом мире. Потом, когда мир потихонечку расширялся, я узнал, что, да, есть там овощной магазин где-то. И когда родители уходили в магазин, я думал, что они идут вот в этот овощной магазин, который там в 10 минутах от нас. И когда их не было там час, два, три, четыре, я думаю, что же можно делать в этом овощном магазине? Ну, то есть, моя вселенная, она была до овощного магазина. Ну, и потом потихонечку расширялась, расширялась. Соответственно, сначала то, что было понятно, это то, что родители говорят, там, поесть и так далее. Потом еще глубже, там появились телевидения, какие-то эти образы. Вот. И что, я сейчас, как бы, к чему подвожу? Что мозг внутри строит определенные, как бы, схемы. И то, что нам часто повторяют, формируется своего рода такая область в мозге, которая может распознать при повторном, как бы, импульту, при повторном впечатлении, может распознать такой же образ. И со временем, чем больше мы видим какие-то паттерны поведения. Они закрепляются. Да, они закрепляются, 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 пока они не становятся у нас, ну, как бы, такими, значит, сильными. Очень конкретно. Сейчас область возьму, обрисую ее вот так. Они начинают, как бы, ну, дублироваться. То есть, как дорога. Если раньше была тропинка, если мы начинаем по ней ходить, становится более широко, потом приходит какой-то инженер и говорит, все, строим четырехполосную дорогу к Тель-Авиву. И там в Москве делаем развязки на шесть полос. Вот. И что получается, что... Есть еще вот такая тема, что когда мир, ну, предположим, что сейчас снаружи пришло там какое-то влияние подобного рода, уже все эти три, они реагируют и пускают сигнал по трем полосам. Что это значит? Что достаточно маленького, ну, как бы, и получатель, ну, назовем получатель, скажем, тот центр, который ответственный за действия. Ну, то есть, здесь вы видели какой-то шаблон, и то, что уже сформировалось много раз, оно получает приоритет перед тем, что у нас только-только мы получили какое-то... Ну, новое, да? Да. И вот эти вот тропинки, ну, часто приводят пример такого рода, что мы настолько расширили эту дорогу, что по ней могут двигаться там тысячи сигналов и одновременно по именно вот к этому конкретному моменту. Сейчас я туда это загибаю. Что если нас научили, что что-то там плохо, и каждый раз мы после этого получали бум, и еще мы видим во внешнем мире что-то похожее, мозг модулирует такую же фишку. Он как бы нам делает этот бум. И мы из воспитания, как бы, и все, мы страдаем за... Ну, вот, предположим, что вот в этой точке, да, ну, где они там срабатывают, у нас это настоящее, мы срабатываем в настоящем за то, чем накормили нас в прошлом, то есть создали вот эти вот связи, и вот это я говорил о вот этой штуке, которая сформировалась в определенную, как бы, ну, такой центр тягости, что ли, что даже если, например, свет, сейчас возьмем космос, свет идет, пытается пройти по мозгу, ну, сигнал какой-то, пытается от этой точки добраться до этой, он бы мог и пойти и так, и так, и так, и так, но это, как черная дыра, обладающая огромной гравитацией, оно все тянет через тебя, то есть если ты привыкла, что я мать и детей там нельзя обижать, то как только ты увидишь какой-то намек, что кто-то обижает детей, ты тебя сразу через вот эту штуку начинает. Да сколько такого было уже? Когда ты, вот это срабатывает, а потом оказывается все вообще не об этом должно было, а я уже... А все, у нас уже эта точка притяжения настолько сильная, все дороги, как говорят, все дороги ведут в Рим. И то же самое в психологии, да, мозг, когда он чем-то как бы, ну, на чем-то сфокусирован, и долгое время у него вырабатываются, вот, дороги к этому, так сказать, настолько проторенные, что нам даже не нужно делать никакого усилия, чтобы попасть вот в эту точку, а дальше уже по наказанным. Вот. Это о том, что триггеры вот эти, что почему мы так реагируем, вроде бы не хотел и не настраивал все, но у нас это заложили. Вот так же работают вот эти все фишки с рекламой, да, и совсем блестящим там, то есть красотой формы. То есть человек видит, сейчас расскажу об этом побольше, потому что это настолько интересный момент, можно даже сказать, ключевой совершенствование человека. готовы? Да. Интересно. Продолжать. В общем, мозг можно сравнить с целеной. Ну, то есть, когда ребенок рождается, вот он и родился, у него, ну, более-менее, там, если не брать генетику в расчет, у него вся вот эта вот решетка, она, ну, более-менее однородная. Ну, то есть, ну, я так нарисую, да, и что я имею в виду, что она более-менее однородная, что во всех местах мозга есть определенная психическая энергия, вот, и когда сигнал проходит, ну, какое-то, например, внешнее влияние, да, или отсюда, там, или отсюда, вот, они вроде как распределяются равномерно. Я сейчас поясню, что тебе нравится, что у тебя вызывает вот такие хорошие эмоции? Музыка. Музыка. И, окей, а есть что-то, что у тебя вызывает какие-то вот вкусовые впечатления, ну, ну, какие-то такие эмоциональные, сильные? Заварное пирожек. Окей. А визуально есть какие-то вещи, которые тебя тоже могут быстро очень поднять? Ну, Хорошо, возьмем музыку, неважно. Давай, музыка супер. Что происходит, когда ты слышишь музыку, да? У тебя, ну, музыка – это волна. Вот. Ну, может быть, различные, как бы, чистоты, да? И у нас, у нас в мозгу тоже есть определенные, ну, как, механизмы, что, что, что они делают, что когда эти волны, ну, каким-то образом, там может быть, в музыке очень много волнов, и они могут, как бы, это сказать, входить в резонанс. То есть она может быть с одной стороны вот такой вот, но на пиках они не могут совпадать. И в этот момент они усиливают сигнал. вот. И те механизмы у мозга, которые за это ответственны, у них, ну, что происходит? Энергия вырабатывается до определенного уровня. Положим, представим себе такой стакан. Энергия за ночь выработалась, ну, вот это все энергия, да? Ты послушала первый раз, у тебя энергия чуть-чуть, как бы, ну, как бензин. Ох, чуть-чуть вышла. Послушала тысячу раз, дошла до половины, там, послушала на тысячу первый, там, или, не знаю, на миллион первый, энергия, ну, настолько становится, ну, как сказать, аккорринит не успевает больше вырабатывать, и тебе хочется новую музыку послушать, не эту композицию. Почему? Потому что уже мозговые вот эти вот, ну, по которым идет именно вот эти волны, скажем, эта волна идет по этой штуке, да? дает энергию, там, куда-то наверх, ну, в такое состояние бодрости, там, оживления, эта волна идет по другой, как бы, да? И вместе они сливаются, образуют такое, как течение реки, как маленькие ручки, да, из каждой этой самой. И получается так, что раз за разом проходя через них, ну, скажем, если в одно момент, потихонечку энергия вырабатывается. Ну, то, что у них было, как люди там работают всю жизнь, копят деньги на пенсию, там, туда-сюда, и у них есть запасы. Когда они видят какое-то интересное решение для своего, ну, по своим усмотрениям, они тратят. Но если у них слишком много таких вот соблазнов, они бы потратили-потратили, и все, как бы, ну, некуда тратить. Но если сейчас переключишься на других людей, на другую группу, а мне кажется, опять с деньгами, и тоже. Так же и наши клетки. Они за свою жизнь, ну, живут они, ну, мозговые говорят, там, несколько лет, другие там, поменьше. Вот. Но прицепке какой, что в течение своего цикла клетка вырабатывает определенную энергию. И в тот момент, когда ты начинаешь новое впечатление, у тебя опять получается энергия. Ну, то есть, отпустила другую музыку, пошло по другим ритмам, опять как бы, ну, они, так сказать, попало вот это вот, единичка в единичку, ну, и имеют вот, ну, как бы, триггер свой, да, там, своя волна. И пошла энергия, начал в организм брыскивать энергию. Теперь и замыкаем. Почему я все это говорю? Что для того, чтобы энергетический уровень организма был постоянно высокий, нам время от времени нужны новые впечатления. позитивные. То есть, один раз ты послушала музыку, в какой-то момент это себя исчерпывает. Тебе нужно, допустим, подвигаться, да, и таким образом ты запускаешь энергию. В другой момент тебе нужно там что-то слушать, чтобы под это запустить энергию. В какой-то момент увидеть определенную там, как бы, эмоциональную картинку. Ну, то есть, что рекомендуется, если человек хочет быть в высоком энергетическом состоянии? Менять срок деятельности. то есть, постоянно у нас есть различные отдухотворенные различные мозги. Предположим, если это весь человек, это его вроде как нервная система, то есть определенные участки, которые там в разные моменты задействуются. Предположим, там интеллект, эмоциональный центр, инстинктивный центр, ну, и так далее. То есть, к чему мы приходим? Чтобы иметь энергию, нужно много двигаться. Для чего? Для того, чтобы получать различные впечатления. Нормально с этим? Хорошо? Есть вопросы? Ну, приблизительно, более-менее имеется в виду... Имеется в виду... Запутал? Я не знаю, менять хобби... Ну, например, я хожу на работу, вот, ну, я среднестатистический какой-нибудь человек, да, у него есть какая-то деятельность, которой он занимается, ну, типа, там, денег зарабатывает, или на работу ходит, или бизнес его, да, где он выполняет определенные функции, так или иначе, одни и те же. Однозначно. Есть, например... То есть, энергия вырабатывается. Если деятельность однотонная, то энергия вырабатывается. Ну, если нету каких-то... Ну, предположим, пришел начальник, а он к себе очень хорошо относится и похвалил. Ох, у тебя на этот момент энергия вырабатывалась. Или там, пришла, позвонила твоя подруга и чем-то тебя оправдывала. Или там еще что-то произошло. А если работа неинтересная, и человек работает, работает. Вот, вот, что делать в этом случае? Падает энергия. Абсолютно падает. Давайте этот случай разберем. Энергия падает у нас всегда. То есть, когда мы занимаемся какой-то деятельностью, она, в принципе, как бы... Ну, она... есть такое, что она вырабатывает, она как бы и падает, и вырабатывается. И вопрос в балансе. То есть, если у нас есть этот баланс, что энергия вырабатывается с той же скоростью, с которой падает, то ну и нормально, все в порядке. Вот. Но если она вырабатывается быстрее, если она падает быстрее, чем вырабатывается, то мы, в конце концов, приходим в состояние, ну, предположим, тот же сосуд, что дошли до какой-то красной линии, и тогда включаются механизмы вот этой логики, что не то чтобы депрессии, а включается еще дополнительно спор внутри. конфликт внутри. То есть, ты начинает из-за этого недостатка включаться совершенно иррациональный механизм, который начинает осуждать, как бы, ну, понимаешь, в чем я? Интересно. Ну, то есть, ты можешь тебе приводить такие мысли за уши тянуть, что ты в это время могла бы быть в другом месте. Блин, да это постоянно, это мои мысли просто. Понимаешь? И что, получается, что тебе нужно, ну, у тебя такая вот фишка начинает, что тебе все еще нужно выполнять свою функцию, работать на работе, и это требует энергии, и еще в дополнение тебе нужно бороться вот с этим, чтобы он не победил, чтобы ты не бросила вот сего, там, швырнула, не знаю, что у тебя продукты, и пошла, как бы, и сказала, все, пойду отдыхать, восстанавливать энергию. Да? Есть что-то? Есть. Вот. Есть вопрос? Есть вопрос, даже если я брошу и пойду, она даже там не восстановится, потому что диалог в голове продолжится, ну, то есть... это один из моментов, в которых мы можем работать. Мы не можем, ну, по идее, мы не можем, как сказать, уйти из жизни, да, и сказать, все, я как бы исчезаю, меня это не касается, и вот. Нам нужно выполнять свою функцию, но вот этот момент, спор с собой, конфликт внутренний. Я прямо его запишу, чтобы он был. Конфликт. Тот, который внутри. Ну, самим собой. Он не является необходимым. В этом месте мы можем работать. И с этим очень, как бы, интересно. Почему, почему начинается конфликт? Мы сначала можем, как бы, ну, заглянуть в это. Конфликт начался, потому что не хватает элементарной энергии, потому что что-то болит, и потребление энергии больше. Ну, то есть, это более-менее такой автоматический механизм, инстинктивного центра. Вот я тоже хочу спросить сразу, он же, как это, он для чего-то включается? Понятное дело, да. Он, 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 как сигнал, получается, какой-то он должен, или он, ну, давайте пофилософствуем. Почему? Поищем пример, заглянем каждый вовнутрь, да, чтобы это было, ну, как сказать, можно было это пощупать. Можешь увидеть, вспомнить вот это состояние, когда ты работаешь, работаешь, и в какой-то момент тыды, замечаешь, что идет эта внутренняя борьба. Осуждение начинается, какое-то, недовольство, недовольство. обычно перед тем, как все это происходит, есть предупредительные огоньки, такие сигналы. Может быть, где-то ударило руку, там зацепилось. Я обращаю на это внимание. Может быть, попить захотелось, и у тебя нет возможности попить, или там в туалет, и ты держишь это напряжение внутри, и не освобождаешь его. Или какой-то клиент, вдруг ни с того, ни с сего, там зарядил какую-то эмоциональную в тебя фишку, и ты по роду долгую службу не можешь ему никак вернуть эту энергию. Она продолжает в тебе бурлить, и ты не можешь ее сгармонизировать. Вот. То есть много, в принципе, таких штук, и круто в этот момент, это о чем говорит? То, что жизнь тебя любит. То есть в этот момент жизнь прямо приходит к тебе, стучит в дверь, и говорит, Юля, Лариса, Анатолий, вы способны на большее. Ну, то есть это как шанс. Понимаешь? Это место, где энергия, ну, как это сказать, может быть трансформирована в свою пользу. Окей. Это именно момент, который до начала внутреннего дела. В тот момент, когда тебе удалось заметить вот эту фишку борьбы. Наблюдение. Да. То есть в тот момент, когда ты распознала, что в тебе идет бессмысленная война, в этот момент ты можешь сказать, что ты можешь сказать. Это гражданская позиция. Хочу ли я быть счастливой. И вот это очень важно. Почему это важно? Сейчас я объясню. Так. Нужно место. Окей. Теперь нарисую человека немножко по-другому. Чуть-чуть поменьше. И вот тут состояние конфликта. На одной стороне, ну, скажем, такая черточка, на другой вот такая черточка. И они не могут договориться насчет, ну, какой-то вещи там. Ну, предположим, тебе нужно что-то делать. Ну, как бы это твоя цель вроде как, что нужно чем-то заниматься. Но есть конфликт. Один тянет в одну сторону, другой тянет в другую сторону. Вспомните конкретный случай. Ну, вот какой у тебя был последний такой явный случай конкретный, где ты заметил конфликт в себе. Ну, вот именно на эту тему, что работало-работало, и вдруг что-то происходит. Нет, сейчас я правильно поняла. Сейчас. Хорошо. Давайте я помогу. Позволишь? Да. И на другой схеме, на том, что мы уже обсуждали, что у нас эти центры притяжения, ну, инстинктивного центра, да, который там говорит, который говорит, что, предположим, что тебе нужно определенное состояние покоя, определенное состояние энергетики. Ну, то есть твоя нормальность. Ну, идеальная нормальность. Ну, то есть что-то, что говорит сейчас, ты там устала, да. То есть какой-то, ну, такой центр притяжения, который наблюдает там за всем организмом, как паучок. Да, у него вот эти ниточки, если вдруг что-то не так, мышка, ну, там, муха попала, тут же ему звонит, о, система нарушена, как бы не хватает энергии, и туда-сюда. Ну, то есть он, в принципе, очень полезное изобретение. Инстинктивный центр, он как бы без него никак. И он, как бы это сказать, управляющий энергиями. Вот. И он замечает, если вдруг в какой-то в его царстве не хватает энергии, ну, где-то вдруг, ну, скажем, ты говоришь, не хватает этой физической, там, проводимость сигналов ухудшилась, там, накопилась кислота, и все. Он все об этом знает, он полностью об этом знает. и он поднимает тревогу. Он поднимает тревогу в более высоком, там, который за твоему разуму. И говорит, а, там, главный управитель, у нас проблема энергетическая в организме, не хватает электричества. Типа, прими меры. А, твой, ну, тот, который, за работу, там, за то, чтобы быть ответственным, и все. Вот, он не дает, ну, даже он перехватывает сигнал и говорит, ну, заткнись, заткнись, типа, я здесь главный. То есть, давай мне энергию по-любому, как бы, вырвись там, отключай кого хочешь, они начинают воевать. Этот не услышал, главный. Ну, то есть, тебя нет. То есть, ты не замечаешь этого. Ты продолжаешь, ну, вроде как, все свое внимание вот в эту, вот в этот котел вкинуло. Вот. Но если ты вдруг вспоминаешь о своей гражданской позиции, ты понимаешь, что тебе нужно этих обоих примирить каким-то образом. понимаешь, о чем я могу? Да, продолжаю. И что я говорю? О чем этот просит? Он, как бы, ну, как это сказать, он дисциплинирован. ему сказали, ну, как бы, нету энергии, он по протоколу работает. Он говорит, нету энергии, поднял флажок, все, я буду кричать, пока мне там не дадут энергии. И, и так, ну, физический центр у него своя энергия, эмоциональный центр у него своя энергия. И наша позиция гражданская может быть какой? Не, не погружаться в эту войну, а попытаться разобраться, что им не хватает. А ему элементарно, как бы, его ответственность, представляешь, какая хеврад хашмаль, ну, электрическая компания. А у нее, ну, как бы, это сказать, чуть ли не не ответственность уровня безопасности. То есть, он не может организм отключить от тока полностью. И он, ну, как бы, как патриот, он сообщает, не хватает энергии, не хватает энергии, не хватает энергии. Вот. И если мы не обращаем внимания на это, то война эта еще больше истощает энергии. Он слет письма, звонит телефон, и все это время меньше занимается настоящим делом. Наша задача вспомнить нашу гражданскую позицию, спросить, хотим ли мы быть счастливыми. Если мы хотим быть счастливыми, наша задача решить эту войну, этот конфликт. Каким образом? Теперь мы приближаемся к интересному моменту. Энергия может находиться в других местах, в эмоциональном центре. Она может находиться в том же инстинктивном, если ты дашь ему конфетку или воды попить, или какое-то более здоровое. Может находиться в музыке, в эмоциональном центре. ты врубила какую-то музыку буквально на 5-10 секунд, у тебя пошла энергия из эмоционального центра в организм. Этот успокаивается. Он так как мозг во всех впрыскивает, ему тоже достается. Получается, что энергия распределяется. Если раньше работал какой-то определенный моторный, аккумулятор, то начинает энергия течь из других. И тем самым ты решаешь проблему для всех. То есть отвечаешь на этот вопрос. Практически. Как это можно делать? Переключиться на что-то другое. Можно элементарно взять перерыв и сделать что-то приятное для физического тела. Инстинктивно это очень любят. Какой-нибудь массаж, подойти к людям не знаю какие отношения и попросить затекло сделай мне это самое. Обычно те, кто физически работает однообразно, у них определенная группа мышц работает. И она молочной кислотой проводимость снижается и эффективность снижается. То есть немножко дать внимание любовь. Любовь ответ на весь вопрос. Сначала понаблюдать чуть-чуть, понять чего не хватает и дать то, что не хватает. В данном случае в этом можно взять энергию из эмоционального каким-то образом. Даже музыка даже можно посмотреть на солнце и тоже это может дать чуть-чуть энергии. Подышать свежим воздухом. Найти среди покупателей человека, который тебе симпатичен и это вызовет у тебя дополнительный приток энергии. То есть каким-то образом отвлечься от конфликта, сохранить хотя бы несколько секунд состояние мира и они могут уже и забудут что. То есть часто они продолжают эту войну автоматически. Не то, что энергии не хватает, а потому что это пошла волна, они продолжают и потом по автомату они продолжают, когда даже все успокоилось. в фоновом режиме автоматически, потому что вот эти колеи у нас прошурошены. То есть классно настроить свой как бы триггер, который тебе подкрывает внимание, когда ты замечаешь конфликт внутри. То есть заметила конфликт внутри, начинает туда прям сразу любовь, внимание, ну имеется ввиду вот такое мягкое внимание, не осуждение, нечего. Поймала просто. А, да, попытка погрузиться. Песню про себя попить. хорошую вещь. Вот. У каждого есть какие-то свои вот эти вот, знаешь, витаминские переключатели. хорошо бы их собирать. То есть если ты заметила, например, что музыка, отметь себе, заметила там, ну, предположим, там, зарядка, дыхание, молитвами, все же угодно, посчитать до десяти. Вот ты послушала вот этого человека, который поднял свое состояние повыше. Найди что-то подобное, потому что видишь, у тебя мозг так настроен, что эти вещи, они тебе придают поток энергии. Да. Вот. И тогда у тебя, знаешь, получается так. Окей, я осознал, что у меня конфликт. Какого рода конфликт? что в такого конфликтах помогает. начинаешь по списку. Музыка, смотришь, сработал. Там воздух, зарядка, то, сё. Вообще переключиться, на что-то, разобраться, что именно, в чем именно дисбаланс и восстановить гормон. Вот. А когда энергия течет свободно, человек просто в настоящем времени. у него всё хорошо, как бы, всё прекрасно, всё просто. Ну, идёт так, как должно быть. Как только срабатывает триггер какой-то, там, извне, всё, пошла буря энергии, да? Ну, волны. Ну, то есть, полезный инструмент это быть начеку, вот, когда начинается конфликт. Потому что, когда он разрастается, и все дороги уже широкие, и буря уже несётся, и тяжело остановить этот паровоз. Да, да, да. А если вначале ты его ставил, ты можешь ему сказать, даже можно просто ему сказать, я тебя услышал, спасибо тебе, я тебя услышал, через секунду мы этим займёмся, там, или через пять минут. И иногда бывает даже этого достаточно обещания, чтобы этот центр возмущения не успокоился, и впоследствии автоматически к этому даже можете не вернуться. желательно не давать, конечно, после их обещаний, почему? Потому что доверие в организме внутри, оно тоже как бы, насколько это не кажется смешным, но мы как деревня, как страна, какая планета, там все другого знают, и если там от одного пришло, что ты обещала и не дала, то... Да, понятно, он же на второй раз не поверит. Ну, на второй раз может, они все разумные люди, как и мы внутри, но все же как бы лучше, чтобы было как сказать, все прозрачно. Сказал я вам. Слушай, ну честно, я даже не задала вопрос, не смогла сформулировать, как обычно, ходишь, у тебя в голове есть вопросы, приходишь, и все вылетает. У меня обычно так. Но это ответы на мои вопросы, вот просто ответы про энергию, все, я шла с этим запросом, я с ним ухожу на пару недель, потому что реально на работе устаю сильно, муж устает. Я понимаю, что нам по 30, там с маленьким хвостиком, еще мы вообще, ну, молодые, а сил нет, ну, то есть, и так было не всегда, вот. И я прекрасно знаю, что есть люди 50, 60, 70 лет, которые активные, бегают в марафоны, там, не знаю, и у них есть иннелли, а у меня в 30 нет, что не так? Ну, то есть, я же, вот, ну, прямо, прямо вот с этим вопросом, я где-то теоретически, я знаю эти все ответы, ну, как бы, умом, но вот на практике, как подхватывать, и вот эти, куда оттоки, то есть, это, скорее всего, энергия где-то сливается просто. Конфликт, начинается конфликт, и все гибнут. Да, и потом, если ты пришла к ним, и говоришь, ребята, прямо, знаешь, когда ты спрашиваешь вопрос, хочу ли я быть счастливым, это слышат все, и когда ты говоришь слово я, оно проникает в каждый центр, и каждый из них, вроде бы, как бы тебе отвечает, то есть я, это не просто я, ты понимаешь, ты обращаешься, как будто к каждому центру своей клетки, и они, конечно, кричат, я хочу быть счастливым, они услышали, не знаю, Бога, в твоем возгласе, ну, ты для них, как сказать, большое существо, для этих маленьких, которые в тебе, и они, конечно, кричат тебе, да, и в тот момент, когда они откликнулись, у тебя есть с ними диалог, у тебя есть с ними общение, и ты тогда к ним говоришь, окей, вы хотите быть счастливыми, надо чуть-чуть, поработать, что вам нужно, ну, вот, например, я шел по улице, смотрю, кто-то во мне, недоволенную мусором, я у них спрашиваю, что такое, что происходит, откуда конфликт, они говорят, мы хотим видеть чистый мир, природу, наслаждаться этим, и все такое, я говорю, хорошо, готовы ли вы поработать, взять на себя ответственность, и тогда начинается опять второй конфликт, кто-то готов, кто-то не готов, а надо ли это? да, типа, знаешь, всякие вот эти, и просыпаются инстинктивные, которые говорят, ой, мне же на это надо выделить энергию, какого фига, я там, у меня свои запросы, да, там, полежать, на бок перевернуться, да, там, не знаю, там, пройтись в доме прохладно, комфортно, отчетик, по куда-то идти, но те, которые ответственные, которые любят это все, они начинают ему посылать, послушай, мы видим будущее, будущее полно энергии, полно красоты, подключайся к нам, будь в нашей компании, то есть они, те, кто откликнулся, которые хотят быть счастливыми, они потихонечку уговаривают всех, и тогда у тебя получается единое целое, которое может достичь цели, той, которой ты хочешь, и в эти моменты, что нужно им постоянно напоминать, что есть высшее существо, которое им помогает, которое как бы за них, понимаешь, ну, своим клеткам, то есть, ну, может быть разная там теория, но то, по что я верю, что когда ты себе говоришь, я, кто хочет быть счастливым, хочешь быть счастливым, и они все кричат, я, 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 ну, давай чуть-чуть поработаем, будет классно, ну, для всех, так и здесь, ты увидела, что у тебя конфликт, сразу включай гражданскую позицию, кто хочет быть счастливым, хочу ли я быть счастливым, ну, прямо я вот это, можешь использовать, как в вопросе, и тогда, опа, выходят те, кто готовы поработать, и ты говоришь, ребята, давайте разберемся, где уходит энергия, начинаешь разбираться, и сразу включаются вот эти механизмы, что ты можешь послушать музыку, можешь подышать, можешь попить, можешь потанцевать, можешь сделать, в конце концов, что-то необычное, понимаешь, ну, например, ты привыкла работать определенным образом, и попробуй на работе, пройтись не вперед лицом, а до того места, там, три метра, что тебе нужно, попробуй задом пройтись, и вот эта вот фишка, что ты запускаешь другие нейронные связи, она дает тебе энергию, и вполне возможно, как бы, эта энергия достаточно будет, чтобы удовлетворить недостачу, и конфликт прекратится сам собой, ну, вот это вот, что ты говоришь, я за вас, ну, то есть, что есть какая-то, ну, дискомфорт, есть где-то недостача, есть какой-то конфликт, включая, ну, всю, всю систему, чтобы помочь, вот, там, где конфликт, и когда они все будут гармоничны, на одном уровне, у них не, не будет смысла ссориться между собой, то есть, каждый, как бы, на одном уровне, как бы, было там, в Советском Союзе, все зарплата, 150 рублей, 200 рублей, и никто не завидовал, никто ничего, то же самое и у этих, у кого-то больше энергии, да, а другой вообще истощен, потому что его на нем, там, бахали, да, 12 часов, таскал там что-то, и, конечно, он смотрит на этих, которые жируют, и, ну, обидно, что ли, но если ты ему помогаешь восстановить энергию, там, самый простой пример, приходишь домой, давай немножко, сделать больше, то, что поможет еще эмоционально, приходит твой супруг домой, по-моему, ноги, ну, возьми Иваночку, как бы, прямо, и посмотри, что будет, на следующий день, может быть, через неделю, он тебе такое сделает, и ты офигеешь, от самого факта, что о твоем теле заботятся, ну, понимаешь, вот в таком контексте, и это очень шикарно, вот эта вот фишка, что в Библии, храм Тио Гонка, путникам, которые к тебе гости пришли, ты все, ты уделаешь своим другом, ну, это служение, да, называется? Это служение. Не важно, как это называется, мне больше, как бы, близко вот эта тема с... Нет, мне близко, больше. Ну, я смотрю, как работают клетки, то есть клетки, когда они видят, что о них проявляется забота, на он самом... Ну, это то же самое, что сейчас Путин придет к бабушке, и начнет вместе с ней огород копать, как она будет по отношению к нему, свет чувствовать? Она намолиться на него будет, потому что у него там, какие задачи, и все равно, как бы, он идет, и, понимаешь, так и здесь, если большое существо, а если еще другое, как бы, ну, ну, с этим мытьем вновь, там, или кто-то там уступает человеком, место в очереди, или, ну, понимаешь, такого рода, и люди вдруг, вау, прозревают, ничего себе, большой мир, как бы, меня заметил. Служение. Ну, хорошо, ну, как бы, можно назвать это... Это, это служение. Ира рассказывает, что муж ее приходит с работы, она ему делает вот здесь массаж, просто вот так вот его, и, и, и между ними совсем другие отношения. Да, да. Давай теперь возьмем, расширим картину. Вот, ну, как бы, этот момент, он займет несколько, там, секунд, но он поможет получать энергию тогда, когда тебе нужно. Расскажу. Нормально? Интересно? Да. Мы живем в своем каком-то, ну, пространстве. Что со временем? 20.07. Ну, можно какую-то последнюю часть. Да, как бы, в принципе, могу вот это, там, пять минут, и можно гулять. Мы живем в своем, в этом мире. Я продолжал. Да, я просто отписалась, что уже, ну, скоро. И, и в нас, через, ну, предположим, что здесь все двери, как бы, органов чувств, и через эти двери, как бы, к нам заходит информация различная. Здесь она обрабатывается, каким-то образом упорядочивается, и, вот, и когда мы сами для себя, что, что происходит? Ну, как бы, обычная система. Ну, то есть, мы живем, как мы живем. В тот момент, когда мы начинаем делать для большого мира, те, кто внутри, они это видят. Радуются. Они, ну, сейчас там последнее исследование приводили, ну, не то, чтобы последнее, зеркальные клетки, что мы моделируем и, как бы, переживаем то же самое, что другое. Что получается? мы начинаем радовать окружающих. Через зеркальное нам это возвращается почти один в день. Понимаешь? Сделав хорошее что-то другому, ты как будто это сделал себе. И вот эта вот энергия зеркальных, она тоже насыщает организм. А потом, что происходит? Это же круг, ну, кому ты можешь делать хорошо во вне? Обычно легче всего тем, кто к тебе ближе. Что с ними происходит? Они меняются. Да. Они начинают тебе потихоньку, ну, сначала они, конечно, насыщаются этой энергией любви, насыщаются, насыщаются, как стаканчик, потом через какой-то момент у них происходит перелив, и они начинают возвращать тебе эту энергию. Пусть не сразу, ну, положено, у некоторых, скажем, семья отношений не очень. Но в тот момент, когда человек начинает сознательно любить другого, безусловно, не ожидая ничего, не это самое, он любит мало того, что внутри него происходит эта вибрация любви, которая его выравнивает, которая его делает более счастливым, которая его насыщает вот этим счастьем, он потихонечку, потихонечку другого наполняет. И другой, нет шансов, что наполнившись любовью, он не вернет это в какой-то момент. Поэтому, если мы хотим быть, как мать говорит, как ты ставила это слово? Служение. Служение. Я называю это не служение, а благоразумие. То есть, если ты хочешь себе добраться, лучше служить. Послушай, нет смысла спорить со мной, потому что я с тобой согласен. Понимаешь? Я принимаю твой мир. Если ты примешь мой мир, твой мир расширится. Поэтому служение и благоразумие. Благоразумие, если ты большим себя считаешь. Служение, если ты считаешь себя тем, тем ты есть. Не важно. Это манипуляция. Можно забыть. с любовью, то есть, вот эта фишка с любовью, не важно, на что вы ее пускаете. Пускаете ее на уборку магазинов, на свое какое-то дело. То, что она в организме работает, то, что ее чувствуют все наши центры, это вводит нас в состояние совершенно другого восприятия мира. Там, где мир становится дружественным. Понимаешь? Там, где мир продолжения тебя. То есть, ты заметила кого-то, кто тебе не нравится. Но это же все картинка формируется внутри. Если тебе удается любить внутри этого человека, то есть, он у тебя каким-то образом нарисовался, да? Вот это твой кондор, вот этот человек, который снаружи. Он здесь вроде как в тебе. Отобразился. И смотри, одна ситуация, что ты его ненавидишь, предположим, и пытаешься его вытолкнуть. Что происходит? У тебя весь организм начинает быть в состоянии войны. Но если тебе удается каким-то образом его полюбить, понять его мотивы, что происходит? Во-первых, ты заработала еще один космос. То есть, у тебя расширилась твоя граница. ты смогла понять этого человека. А второе, то, что внутри у тебя гармонично течет энергия. И ты через это цветешь, ты увидела что-то там, таракана, смогла его внутри полюбить. и тебе внутри уже аленький цветок. Это уже не таракан, а аленький цветок, который тебе... Понимаешь, что происходит? Это то же самое, что ты чувствуешь себя уставшей и вдруг на что-то посмотрела и смогла это полюбить. У тебя зажигается огонек любви, которая дает свет всему организму. Ну, то есть наш... Ну, поэтому хорошо себя... Японцы что вообще делают? Вкладывают в окружение своего дома, там, деревца в фрегу, с любовью, там, со всем. И потом что получается, что он столько вложил вот в эти все мелочи, которые его окружают, что куда он не глянет, везде любовь. И у него вот этот диалог, ну, как сказать, общение, связь, да, коммуникация со всем, что его окружает, это любовь. И, соответственно, он как бы в гармонии, куда я ни пошел, как бы. Ну, так можно себя накрутить, посмотрела на что-то, да, ну, начинать с таких, с вещей, с нейтральных. Вот, а потом, когда потихонечку эта способность натренируется, можно, в принципе, теоретически любить все абсолютно. Вот, и из-за того, что любовь, представь, какая энергия, если ты все любишь вокруг. То есть, нет шанса, что устанешь там где-то. Ну, такая фишка. Здорово. Вообще, тоже, благодарность. Прямо, не знаю. Посмотрите. Прямо, ответы на вопросы. Ну, это вот, мне кажется, я же опять-таки, я же сейчас вижу свое кино. «Поделись». Прямо, прямо в вопросе я их задавала. Вот, у меня, знаете, сколько, две недели мы не виделись и сколько. Были какие-то ситуации там с людьми, ну, конфликтные, скажем, назовем. были вот на работе какая-то усталость, я прям, ну, прям вот, и вопрос про энергию, он всплыл у меня здесь. Я прямо, как говорят, во вселенную посылала, ну, я же знаю, что по-другому все может быть, да, ну, не так. Или там, конфликт, например, с мужем, а я прямо говорю, господи, зачем ты мне это показываешь? Для чего мне эта ситуация дана? ну, прям, вот, просто задаю вопрос, даже, ну, как бы, какой тут ответ, может быть? Ну, я послала, ну, то есть, вопрос, посыл, и, как бы, ответы, они все равно приходят, так или иначе, через других людей, или, ну, а, в общем-то, это же внутри они приходят, то есть, ты их либо видишь, либо не видишь, да, а они же приходят изнутри. Вот это хищный пруда, что ты всегда можешь, ну, как бы, задать вопросы, а мир же, он, ну, видишь, какой-то, он тебе там готов на тарелочке, только вопросы задавая. Ну, да, так вот. Поэтому. Спасибо. Да. приятно слышать. Вот важно только вот это помнить, что и через, допустим, положительных людей и подобные ситуации приходят ответы, но те же ответы, они вот в этих моментах, когда ты рукой ударился. Мир, он тебе, вот этими фишками, он тебе говорит, дорогая, вот тебе подарок, посмотри, ну, то есть, это дискомфорт, это как бы подарок, что разбери с этим, ты станешь вообще, там, супер-дрюпер. Поэтому, когда ты начинаешь любить вот такие штуки в себе, это вообще, как бы, квантовый скачок. Почему? Потому что там, это вот то, что ты ищешь, то, что не хватает. Потому что, то, что линейно, то, что спокойно, ты это уже используешь. А то, что ты не используешь, оно в комплектах. Понимаешь? вот это вот сокровище, они тебе прямо говорят, вот здесь сокровище зарыто. Обрати внимание, разбери с этим. Вау! Супер! Супер! Ветер удался. Отлично! Я тогда эту тему закрываю, выложу на видео, на YouTube. Если тебе захочется повторить материал, ты всегда можешь к этому вернуться. Обязательно. И повторить. Супер!